Биотехнология 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 Участники симподиума искренне поздравляют друг друга с принятием данной программы. Я должен поздравить всех биотехнологов, которые работают в России с тем, что наконец это удалось все сделать. Тут я вижу огромную заслугу Института биохимии Минибаха и контактной точки, которую мы сегодня обсуждаем по седьмой рамочной программе. Как водится, в России нет пророков в своем Отечестве, но, по крайней мере, наши контакты с европейскими организациями, наша работа совместная и всеобщая надежда на то, что биотехнология поможет развиваться и сельскому хозяйству, и промышленности, и медицине. Все это, в конце концов, привело к этому успеху. Я очень рад этому и считаю, что теперь только от нас уже зависит, сможем ли мы воспользоваться теми решениями, которые, безусловно, правильными, которые правительство приняло. Теперь уже на правительство кивать невозможно, теперь уже самим надо работать. Программа заключается в том, что, во-первых, сформулированы приоритеты. То есть для всего общества стало понятно, что биотехнология – это не только ГМО и не столько ГМО, да, но в том числе и это. Это мощный стимул развития вообще всей, я бы сказал, нашей экономики. Возьмите, скажем, сельское хозяйство – это огромный пласт проблем, который можно решить только с применением биотехнологии. Возьмите фармацевтику – тоже не может развиваться. Целый ряд отраслей промышленности. Оказалось, что биологические материалы могут очень сильно помочь в развитии индустрии, в развитии, скажем, автомобилестроения, в создании биотоплива, ну и так далее, и так далее. То есть биотехнология – это не просто какая-то очень узкая специальность, там, двух-трех, скажем, ученых, а это на самом деле такой вектор развития страны. И вот сейчас он может реально быть воплощен. Вот в этом я вижу основной смысл вот и нашей сегодняшней работы, и постановления. Да, я думаю, и мы все очень надеемся, что это старт, поскольку это зонтичная программа, ее реализация предполагается через отраслевые государственные программы, которые существуют, на которых выделено финансирование. Поскольку мы объявили, что все эти наши отрасли, которые связаны с биотехнологиями, должны идти по инновационному пути, это значит, что все те деньги, которые заложены в развитии отраслей этих и отражены вот в этих государственных программах отраслевых, вот эти деньги, они должны использоваться в том числе вот на развитии вот этих биотехнологий. I think that it was really high time that Russia approved such a strategy. Russia is an Eldorado for biomass. Russia has tremendous skills in science and technological, fundamental science and applied sciences. What is missing is industry. Industry in chemical, in fine chemicals, in cosmetics, but also bulk chemicals. And for that reason, I think, this strategy was at the right time, it was necessary to come, and I think that you also have all the resources, and in many cases even more resources than others, to implement such a strategy for the future. Еще одной важной инициативой правительства Российской Федерации является создание технологических платформ по приоритетным направлениям. Среди первых принятых год назад технологических платформ целый ряд напрямую связан с биотехнологиями. Работа платформы биоиндустрии и биоресурсы Биотех 2030 представил на симпозиуме ее координатор. Технологическая платформа – это форма так называемого частного государственного партнерства, чтобы не только ученые определяли, каким образом нужно тратить всегда ограниченные финансовые ресурсы, чтобы были учтены интересы и населения, и бизнеса, и государства одновременно. Вот это такой плавильный котел – это и суть образования технологической платформы. Вот наша платформа по биотехнологиям, она как раз и представляет такой инструмент, поскольку, к сожалению, до сих пор биотехнологии, биоэкономика в Российской Федерации развиты явно не на том уровне, как оно диктуется в 21 веке. Основная задача платформы – это установить линии коммуникации, взаимодействие между различными интересантами, чтобы гармонизировать вот эти интересы. Во-первых, дорогу осилит идущие, и земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. Основой, с моей точки зрения, технологической платформы, которая должна развивать страну в целом, учитывать интересы регионов, взаимодействия различных отраслей, к сожалению, у нас плохо как с качеством бюрократии, качество планирования, принятия решений на государственном уровне, так плохо и с крупным бизнесом. То есть в некоторых областях крупного бизнеса у нас практически не существует. А все-таки за технологическими платформами на Западе в Европе стоят такие компании, как Bayer, Buffs, Krups, DSM и так далее. Это миллиарды долларов, это сотни тысяч людей и так далее. Существует понимание того, что мир стремительно переходит от одного так называемого технологического уклада к другому, который будет основан на использовании неископаемых природных ресурсов, таких как нефть, газ и так далее, невозобновляемых, а наоборот возобновляемой биомассы. Опять же таки все постоянно цитируют высказывание, что каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и нефтяной век, он закончится не потому, что закончится нефть, а будет что-то другое. И весь мир готовится вот к этому миру после нефти. Это совершенно будут другие технологические цепочки, другие сырьевые цепочки. И предполагается, что мир станет более устойчивым, более зеленым и более предсказуемым. Представители Евросоюза высоко оценили принятые в России инициативы по развитию биотехнологии. Данное решение коррелирует с развитием биотехнологии в странах ЕС. На симпозиуме активно обсуждалась новая рамочная программа ЕС «Горизонт-2020», которая вступит в действие с 2014 года. Это очень интересно, потому что, как вы знаете, эта комиссия поставила, несколько месяцев назад, предложение для «Горизонт-2020». И я учусь, с огромным эмоцией сегодня, что «Горизонт-2020» и «Био-2020» действительно в параллельно и в конверсии на биоэкономии. Поэтому я думаю, что это большая возможность увеличить коллаборацию в последние годы между Россией и Европейской Федерацией. Рассчитанная на 7 лет программа «Горизонт-2020», как и действующая седьмая рамочная программа ЕС по науке и техническому развитию, это основной инструмент Европейской комиссии по поддержке и финансированию исследований в области науки и техники. Седьмая рамочная программа Европейского Союза по научному исследованию и технологическому развитию является программой по международному сотрудничеству, в первую очередь между странами и членами ЕС, а также странами всего остального мира, предназначена она для стимулирования научных исследований в различных областях, а также стимулирования научных обменов, обменов кадрами, поддержки исследовательских инфраструктур и стимулирования инноваций, то есть инновации приобретают все большее значение в нашем мире. А в седьмой рамочной программе Россия участвует очень активно, в частности, по количеству поданных заявок среди так называемых третьих стран, то есть это страны, которые не являются членами ЕС, и страны, не ассоциированные с рамочной программой. Так вот, среди таких стран Россия является номером один по количеству проектов, реализованных или реализуемых и получающих финансирование от ЕС. Безусловно, программы предусматривают широчайшее международное сотрудничество, в том числе Россия. Россия вообще является особым, так скажем, партнером для Европейского Союза. Нас связывают очень интересные экономические связи, и культурные, и научные традиции научного сотрудничества восходят к началу 90-х годов, поэтому, безусловно, участие России в седьмой рамочной программе и в инновидии в призыве 2020 также будет очень активным. Заинтересованность России и ЕС во взаимном сотрудничестве находит отражение в проходившем симпозиуме, которое собрал вместе ведущих российских и европейских ученых, руководителей крупных международных научно-исследовательских консорциумов и экспертов. 1 июня симпозиум продолжил свою работу в виде заседаний параллельных сессий по приоритетным направлениям развития биотехнологии. Это промышленные биотехнологии, пищевые биотехнологии, аквабиотехнологии, лесное хозяйство и агробиотехнологии. В ходе работы симпозиума прошло заседание рабочей группы по биотехнологии. Это рабочий орган для диалога на высшем уровне между представителями Министерства образования и науки, которые координируют эту деятельность в России, и представителями директората по биотехнологии Европейской комиссии. В рамках рабочей группы сейчас обсуждался очень активно вопрос, что же будет происходить во время смены самих программ. Как вы знаете, в Российской Федерации программа исследований и разработок завершается в 2013 году. Идет формирование новой программы, которая поддерживала бы научно-исследовательские проекты. В Европейской комиссии в этом году еще будут объявлены конкурсы 2013 года, и они финансируются в течение, ну, как минимум, еще следующих пяти лет, до максимум пяти лет формирования проекта. И после этого в Европе тоже будет, уже формируется и будет поддержана, и будет финансироваться новая программа, программа «Горизонт-2020». Одним из принципиальных вопросов на рабочей группе был не только анализ положительных результатов совместных проектов, но и вопрос того, каким образом будут в дальнейшем, могут быть поддержаны совместные проекты, как они будут формироваться, могут ли они проходить в рамках новых программ, как произойдет на моменте смены программ, когда у нас, хотим мы или нет, произойдет сдвиг финансовый. Темно обсуждался, во-первых, механизм обмена молодыми учеными, обмена учеными в целом, но и молодыми учеными в обязательном порядке, что за этот период надо интенсифицировать и обеспечить не только поездку российских ученых в Европу, но и наоборот, европейских ученых в наши институты. Во-вторых, обсуждались возможности проведения семинаров по темам, потому что если новые программы формируются, возникают вопросы, какие темы будут приоритетными. Мы обсуждали вопрос проведения совместных семинаров, на котором европейские ученые и российские ученые могут вместе обсуждать те приоритетные темы, которые значимы для нашего международного сотрудничества. Вот этому и была посвящена группа в первую очередь. Результатом заседания рабочей группы стало подписание совместного коммунике. В рамках работы симпозиума был организован и проведен информационный день участия в седьмой рамочной программе ЕС. Принять участие в мероприятии можно было и дистанционно. Для желающих была доступна онлайн-трансляция инфодня, а интересующие вопросы можно было задать в режиме реального времени в системе Twitter. Участникам информационного дня выданы сертификаты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...